В мирном стартовал эсэх молодежи 2017. На праздник съехались представители большинства молодежных объединений со всей республики. Вместе с тем на этой неделе в Вилюйске в местности Хамустах прошел и главный республиканский эсэх Аланхо. Но главный праздник Якутии уже давно не ограничивается территорией республики. Якутияне, живущие в других городах, как правило это Москва и Санкт-Петербург, при поддержке представительств устраивают праздники и там. Но в этом году впервые эсэх прошел в самой дальней от Якутии точки России, в Калининградской области. О том, как это было, расскажет Айсена Бурнашова. Самая западная точка России, город Калининград, столица Янтарного края. Якутию и бывший немецкий Кёнигсберг, ныне Калининград, отдаляет более 7 тысяч километров, а разница во времени составляет 7 часов. Первыми из якутян большие культурные связи между двумя регионами установили артисты театра оперы и балета имени Соруна Омоллона. В ноябре 2016-го в рамках гастрольного тура после Центральной России, Белоруссии и Европы они выступили в городе Светлогорск и в столице Калининграде. Культурные связи крепнут и развиваются. В Калининграде проживает более 300 якутян. В марте 2017-го года была создана общественная организация культурные связи «Калининград. Якутия. Северяне». Организация помощь землякам, приехавшим в Калининградскую область. Также будем работать на продвижении республики Саха-Якутия, используя площадку Калининградской области на европейский регион. Организация, объединяющая калининградских якутян, работает во всю силу. И 25 июня они организовали главный праздник народа Саха – Исех в городе Багратионовск. Час езды от Калининграда и всего лишь 2 километра до Польши. Подсвященный 385-летию вхождения Якутии в состав России, праздник состоялся на певческом поле Багратионовска. Исех прошел при поддержке местных властей и правительства Якутии. К празднику организаторы готовились полтора месяца. Мы выбрали этот район, этот город Багратионовск, потому что здесь Азов, глава района, каким-то образом очень хорошо связан с Якутией. Пошел навстречу нам. Мы так хорошо все это организовали совместно с администрацией, поэтому мы здесь проводим. Символ счастья и благополучия – канавясь Сергея. Ее своими силами сделали организаторы Исеха. Две недели они общались с якутскими мастерами, советовались, старательно вырезали узор за узором и обрабатывали дерево. Основными инструментами стали топор, рубанок и стамеска. В итоге ровно за день до праздника Сергея была установлена на певческом поле. Думали заказать мастеров из Якутии, но это дорого, проезд им ехать, и те, которые согласны, заняты. В итоге решили делать сами. Сергей сделан из сосны, не нашли вовремя лиственницы. Оно будет достаточно так же долговечное, не хуже, чем лиственница. Исех вызвал особый интерес не только у выходцев из Якутии, но также и у жителей Янтарного края. Всего праздник объединил более 500 человек. Открытие Исеха началось с церемонии благословления Алгыс. В обрядовой концертной части праздника приняли участие коллективы школы третьего возраста из города Якутск, Намского, Мегино-Кангаласского, Татинского и Хангаласского районов Якутии. Со словами поздравления выступили представители местных властей и сотрудники постоянного представительства Якутии при президенте РФ из Москвы. Праздник продолжился многочисленными концертными номерами. Своим выступлением гостей порадовала литовская диаспора, проживающая в Калининградской области. Неотъемлемой частью Исеха стали и спортивные состязания масс-рестлинг и борьба хапсагай, где проверить свою силу и ловкость могли все желающие. В этот день на певческом поле также развернулась выставка продажа. Якутские мастерицы представили изделия из меха, кожи, бисера. Прошли мастер-классы по народным промыслам и игре на национальном инструменте хомус. В широком ассортименте была представлена якутская продукция. Рыба, оленина, колбасы и даже чипсы из канины. На Исехе Багратионовска также развернулась и тюгельгес национальной кухней. Гостей угощали жеребятиной, якутскими оладьями и кумысом. Это очень интересно разных народностей узнать обряды, обычаи. Это очень познавательно. И детей привел с собой сюда своих. Очень хорошо. Дай бог, чтобы дальше вот так вот наше землячество расцветало. Ну, очень даже нравится. Спасибо за это мероприятие. Вообще прям восхищена. Выражение «Первый блин комом» обходит Исех Багратионовска стороной. И по словам организаторов, уже в следующем году второй по счету главный праздник народа Саха пройдет со статусом европейского. Айзена Бурнашова, Виталий Бунаков, Егор Максимов, Валерия Ядрихинская. НВК Саха, Багратионовск, Калининградская область. Калининградская область.